Добрый уже вечер, да, уже почти ночь. Меня зовут Айрат Латыпов, я доцент Института геологии нашего университета. И сегодня я хотел бы прочитать небольшую лекцию на тему, что же происходит под землей, пока мы спим, и о том, как геологические процессы могут повлиять даже на ход истории. То есть на этом слайде показано, что изучают студенты нашей кафедры, студенты специальности инженерной геологии и гидрогеологии. То есть вот здесь перечислены все основные процессы. Не будут долго утомлять. Видим, что процессы бывают эндогенными, а бывают экзогенными. Эндогенные процессы – это те процессы, которые как раз и происходят под землей. Экзогенные процессы – те, которые, соответственно, связаны с деятельностью ветра, воды, каких-то определенных факторов, связанных с непосредственным контактом атмосферы, гидросферы, непосредственно с грунтом, с массивом, с горными породами. Ну, знакомые вам оползни, сели, подтопление, карст и так далее. Но сегодня речь пойдет не об этом. Сегодня пойдет речь о наиболее, наверное, масштабном и значимом эндогенном процессе землетрясения. Тема сейчас на слуху. Если говорить о последствиях проявления этого процесса на здание, сооружение, на жизнь человека, то, конечно, сравниться здесь ничего не может. Буквально в нескольких слайдах я расскажу о механизме формирования трясений. Видим, наша планета состоит из внутреннего и внешнего ядра, мантии и коры. Вот та часть мантии, твердая часть, и кора образует слой, как корка на поверхности Земли, которую мы называем литосферой. И вот эта литосфера, она неоднородна. Она состоит из разломов, тектонических разломов или литосферных разломов. И эти тектонические плиты или литосферные плиты, они двигаются. В результате тех кондиционных процессов, которые происходят в мантии, это вызывает как раз смещение плит. Соответственно, вся наша литосфера состоит из таких разломов. Вот здесь, на этом слайде показаны основные, наиболее крупные. Как раз вот эти границы разломов, это и есть границы, определяющие тектонические плиты. Североамериканскую плиту, евразийскую, африканскую и так далее. И, наверное, ни для кого не секрет, что как раз землетрясение наиболее часто происходит на границах этих разломов. Кроме вот таких глобальных больших разломов существуют еще и малые плиты, даже микроплиты. В частности, в правой части слайда мы видим зеленую такую евразийскую плиту, а под ней, буковкой А, это аравийская плита, знакомая, наверное, из новостей. Как раз на контакте аравийской и евразийской плит находятся те города Турции, Сирии, в которых и произошли последние крупные землетрясения. Ну и как все-таки землетрясение происходит? Смотрите, когда одна тектоническая плита надвигается на другую, что происходит? Происходит поднятие поверхности. Им тесно, они друг на друга надвигаются. Соответственно, поверхности появляются горы, формируется горный рельеф. Если плиты начинают расходиться, то, соответственно, появляется разлом. И в этот разлом вливается расплавленная магма. То есть, соответственно, вся вулканическая деятельность связана как раз с таким отрывом одной плиты от другой. Другие плиты двигаются бок о бок, рядышком. Что может произойти? В определенный момент они могут друг с другом соприкоснуться. И в этой точке, точке соприкосновения, возникает как раз выброс энергии. Вот этот выброс энергии называется гипоцентром, или еще его называют очагом землетрясения. В чем это проявляется? Это проявляется в том, что плита начинает трясти. То есть существует три типа волн, которые формируются в результате как раз воспрождения энергии в гипоцентре. Это Пи-волна, которая вызывает вертикальные колебания, проявляется в виде такого толчка кратковременного. И, соответственно, там здание наше прыгает вверх, можно сказать, да, таким простым словом. Это С-волна, которая гораздо более длительная по времени. Она приходит позже, но при этом она вызывает горизонтальные смещения. Горизонтальные смещения, конечно, более опасные, чем вертикальные. А третий тип волн – это поверхностные. Это уже реакция от этих волн, которая проявляется на поверхности Земли. Вот эта поверхность Земли, точка на поверхности, называется эпицентром. То есть это проекция гипоцентра на поверхности. И вот от этого эпицентра начинает расходиться уже третий тип волн, да, которые и вызывают самые катастрофичные разрушения. Их называют, эти типы волн подразделяют на волны релея, когда у нас вращательные движения частиц вызывают вертикальные колебания. Да, и на волны лява, в честь Августина Лява, математика, который их впервые открыл, описал, когда эти волны вызывают как раз горизонтальные колебания туда-сюда. Ну и, соответственно, к каким последствиям это приводит? Это приводит, естественно, что любое землетрясение – это трагедия, это разрушение зданий, сооружений, это гибель людей, гибель всей инфраструктуры. Это может быть выброс радиоотходов, ядовитых отходов. То есть помним землетрясения недавние относительно в Японии, да, с повреждением АЭС Фукусима. Землетрясения также могут вызывать пожары, да, крупные, то есть разрушение всей инфраструктуры. Ну вот на этих слайдах все эти кадры облетели весь мир. Много это землетрясений в Турции, да, верхние два слайда, когда города были просто разрушены до основания, стерты с лица земли. Левый нижний слайд, это, если я не ошибаюсь, это разрушение моста на Тайване в землетрясении. Ну, что еще, кроме, если заканчивать уже о непосредственно механизме землетрясения, кроме непосредственно самих разрушений, чем еще опасны землетрясения? Если у нас очаг землетрясения, гипоцентр находится в воде, да, соответственно, это вызывает появление на поверхности уже после того, как дошли волны, да, которые идут быстрее, естественно, после того, как уже произошли толчки, это вызывает цунами. И разрушительное действие цунами, оно бывает иногда не менее, а иногда и более, да, более масштабно, скажем так. Тот же пример, который приводил с японским землетрясением, когда огромная волна многометровая уничтожала все и вся, да. Это вот вкратце о механизме землетрясения, формировании, о том, почему это происходит и какие последствия вызывает. Ну, а тема я сегодня заявил, роль этих процессов, в частности, землетрясений в жизни человечества. Некоторые землетрясения кардинально меняют, да, в ход истории. Ну, вот здесь, на этом слайде перечислены наиболее крупные землетрясения, начиная вот с XVIII века до нашего времени. Ну, все, наверное, читать не будем, просто такие вот перечислю значимые. Например, землетрясение 1988 года в Армении заставило нас, в частности, там, российских строителей, советских строителей, пересмотреть полностью нормы сейсмического строительства. Мы увидели, какие здания разрушились, да, например, все панельные дома, которые были в Армении в этих городах, Спитак, по-моему, Кировакан или Нинакан, если я не ошибаюсь, они все сохранились. Все кирпичные разрушились полностью, да. То есть мы понимаем, что схема зданий, из каких новых материалов сделана, по какой конструктивной схеме, это все сказывается на сейсме устойчивости. Землетрясение в Японии заставило мир пересмотреть нормы атомной безопасности, да, насколько АЭС защищены от таких пагубных воздействий, насколько можно или нельзя их размещать в прибрежной зоне и так далее, да. Землетрясение, которое сейчас произошло в Турции, наверное, его последствия экономические, там, социальные, политические, что только предстоит оценить, но, тем не менее, уже мы понимаем, что мир изменился в этот день, когда произошло землетрясение. Ну, о чем я хотел рассказать, основная тема с вашей лекцией – это вот это землетрясение Лиссабонское, 1755 год, да. Много очень информации вы можете найти об этом землетрясении, несмотря на то, что в то время еще, конечно, отсутствовала фиксация, фото-видеопиксация, очень много картин, гравюр и так далее. Но, тем не менее, это уже все-таки середина XVIII века, и, соответственно, уже много воспоминаний, да, уже эпоха просвещения, много работ поэтов, писателей, художников и так далее. Чем это землетрясение знаменито? Ну, вот смотрите, Лиссабон расположен, да, какой-то ветер, город, омываемый океаном, омываемый, одуваемый ветрами, да. В то время, в 1755 году, Португалия представляла собой огромную империю с колониями в Африке, в Северной Америке. Город Лиссабон, красивейший город Европы, полностью выстроен из камня. Третий по величине порт Европы после Лондона и Амстердама. Близко Африка. Город заполнен богатыми европейцами, португальцами. Огромное количество рабов. Поэтому этот город еще называли африканским городом. То, что это город-порт, сказывалось в том, что жизнь горожан была богатой. Много тканей, явств, да, специй и так далее, которые себе привозили. Но этот город еще также называли городом бога. Почему? Потому что на 300 тысяч населения, там 280 тысяч населения, там 80 церквей. На каждом углу статуса Христа. Все, абсолютно все горожане набожны. Каждый религиозный праздник почитаем. Огромное жертвоприношение, щедрое и богатое в церковь. То есть столица католического мира практически. И вот так модель Лиссабона выглядела до этого землетрясения. Тут, может быть, не очень видно, но красивейший город. С огромным количеством культовых сооружений. Каменный, да, там, причем огромное количество зданий из мрамора, что в то время, конечно, было большой редкостью. Очень дорогой материал. И что? 1 ноября 1955 года, 1755 года, в 9.20. Вообще 1 ноября – это крупнейший религиозный праздник у католиков. День всех святых. Я и говорил, город набожный. Все в это время на утренних местах в церквях. И в 9.20 один всего лишь толчок. Один толчок силы в 9 баллов уничтожил этот город полностью до основания. Паника. Пыль от разрушенных зданий закрывает солнце. Тьма египетская. Все трясет. Народ, кто выжил, выбегает. Кто остался в церквях под завалами, да, свечи, пожары. Начинается. То есть горожане бегут из этого города. А куда бежать? В порт, да. Бегут в порт для того, чтобы сесть на корабли, уплыть подальше от этого ужаса. Через 3 минуты еще один толчок. Ну, там уже уничтожать было нечего. То есть города уже не было. Прибегают в порт, да, и что они видят? Ушло море. Там видны остатки кораблей, останки. На несколько метров упал уровень. Да, уплыть невозможно. Но горожане все равно все оставшиеся сидят подальше от суши, да, поближе к морю. И через полтора часа 17-метровая волна накрывает и просто уже уничтожает то, что осталось. То есть просто город был стерт с лица земли. Ну, понятно, что в то время трудно. Несмотря на то, что потом были опросные листы введены, и пытались число погибших посчитать, но называют разные числа погибших от 70 до 100 тысяч. Кроме материальных, кроме людских потерь, огромные, конечно, потери в области искусства, да, утеряны картины, бесценные карты. Португалия была тогда флагманом мореплавания. Огромные редкие карты, построенные португальскими мореплавателями, да, им их всех на слугу. Огромная библиотека Лиссабонская. Все уничтожено пожаром, землетрясением и так далее, да. Ну, если говорить все, почему такая тема заявлена о том, что о влиянии землетрясений на ход истории. Ну, я говорил вам о более мелких землетрясениях, скажем так, менее масштабных, которые так или иначе повлияли на нашу жизнь, повлияли или еще повлияют. Почему именно Лиссабонское землетрясение считают землетрясением, которое изменило ход истории? Ну, во-первых, крах Португальской империи, да, то есть вот уничтожение столицы Португалии. После этого удара Португалия так и не оправилась, да, и до сих пор эта страна не является лидером европейской экономики и так далее. То есть вот многие связывают это как раз с этим землетрясением. Затем, главное, наверное, главное последствие – это ослабление именно влияния католической церкви. Как же так, да? Город, самый набожный город, город Бога, именно в День Святых, да, утром выжили только те, кто, безбожники, да, кто не пошел в церковь. Все, кто в церковь, все погибли. Какой-то не Париж, не Лондон, да, какой-то там распутанный, веселый, со своими воритой и так далее, а именно Лиссабон, да. Многие спрашивали, то есть многие… Естественно, это, конечно, совпало с тем, что эпоха просвещения породила многих философов, мыслителей, и они, соответственно, начали задавать вопросы вообще, насколько уместно восклавление Бога после вот такого удара, да. Вот приведены цитаты Вольтера. «Посмеете ли сказать, скорбя о жертвах сами, Бог отомчен или смерть предрешена грехами, да? Или злосчастный Лиссабон преступней был уже ли, чем Лондон и Париж, что в негах закоснел?» Ну, то есть именно переворот сознания был, конечно, огромным. Это дало определенный импульс развитию как раз просветителей, философов. То есть некоторый отход именно от догм церкви, он многие считают, что способствовал развитию науки в том числе, да, потому что когда мы говорим, что все решает Бог, то, соответственно, мы все-таки себя ограничиваем. И поэтому вот такое вот страшное, ужасное событие, оно, в принципе, действительно поменял ход истории, можно говорить, да, то есть менталитет европейский и так далее. Ну, из плюсов этого землетрясения можно сказать о том, что оно, вот эта дата, она считается как раз датой зарождения сейсмологии, когда там слабый больной Жузе I, король, после землетрясения просто в панике там бегал по дворцу загородному, расположенному там в 40 километрах, по-моему, от Лиссабона, который совершенно не пострадал, и говорил, что переносим столицу в другое место, нашелся среди его подданных один волевой человек, да, Карвалио Маркиз, который и занялся восстановлением этого города. И он его перестроил, этот город полностью перестроил с учетом возможного повторения землетрясения. То есть сохранились множество его опросных листов, до сих пор хранятся в лиссабонских архивах, о том, что был запрет на возведение зданий отдельных, да, только по согласованному проекту. Но сейсмичность проверялась, вплоть до того, что там полк солдат загоняли, они маршировали рядом со зданием. Расширили улицы для того, чтобы увеличить пропускную способность при чрезвычайной ситуации. То есть полностью пересмотрели нормы строительства этого города, да, восстановили. Вот опросные листы, которые он ввел, там, позволили получить информацию, например, предвестниках землетрясения. Многие отмечали там, вы сейчас об этом прекрасно знаете, что животные чувствуют землетрясение, начинают там как-то... Многие говорили о том, что вода начала уходить в колодцах. Это тоже как раз те факторы, те индикаторы, которые до сих пор сейчас мы используем, как некоторые критерии, некоторые предвестники таких краткосрочных прогнозов, когда мы можем сказать или что-то предотвратить о том, что какое-то событие случится. То есть действительно огромная, колоссальная работа в этом плане была проведена, и эта работа, она затем послужила для европейцев хорошим уроком, именно с точки зрения развития науки и сейсмологии. Ну, вкратце, наверное, вот все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова